спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы на этой неделе в санкт-петербурге проходят старты первой всероссийской спартакиады ее программа практически полностью повторяет расписание грядущих олимпийских игр парижа 2024 куда российские спортсмены увы скорее всего не попадут хотя надежда умирает последним спартакиада разнесена по нескольким городам россии но больше всего соревнований досталось москве петербургу казани и челябинску петербурге проходят турниры по парусному спорту плаванию и по велотреку который мы посетили сегодня вся программа велотрека проходит в центре лука сфинкс на овале длиной 250 метров вход свободный так что можно зайти посмотреть на заезды просто гуляя по крестовскому острову зрителями российский велотрек вообще не избалован даже на крупнейших стартах обычно собираются бывшие велосипедисты и их родственники и друзья хотя по зрелищности этот вид ничем не уступает тем же лыжным гонкам за которыми у нас следят с удовольствием тысячи телезрителей а велосипедистов стране никак не меньше чем лыжников может показаться что велотрек в принципе странное крайне нишевое развлечение которое совершенно нельзя сравнить с роскошными шоссейными гонками вроде tour de france там красивые виды путешествия по горам переезды через всю европу приключения на свежем воздухе а здесь гонки по кольцу где даже непонятно со стороны кто лидирует а кто отстает вдобавок дисциплины велотрека носят заковыристые названия вроде омниум гид и так далее а многие гонки проходят по системе очков чекпоинтов что опять же непонятно для стороннего зрителя однако в англии например трековики настоящие герои легендарный гонщик брэдли уиггинс первую часть своей карьеры ездил на треке и за победы на овалах получил престижнейший орден британской империи а уже потом с чувством выполненного долга перешел к шоссейным гонкам в конце концов треки он к тому моменту выиграл все что хотел и все что мог возможно нашему российскому велотреку не хватает мощных регулярных стартов для того чтобы раскрутить своих героев тем более что в россии большие трековые старты мирового значения практически не проводятся да и потенциальных баз для них мало в этом плане те же лыжные гонки или биатлон выигрывают для них у нас по крайней мере гораздо больше условий протоки ада здесь может помочь лукасфинк собрал более 260 гонщиков из сильнейших российских команд это довольно мощный состав сборная россии по велотреку отличается высоким средним уровнем и ей вечно не хватает чуть-чуть для того чтобы выстрелить на крупнейших стартах в том числе на олимпиадах у ведущих спортсменов сборной россии несколько мировых титулов но на самом-самом главном старте жизни им вечно чего-то не хватает возможно не хватает уверенности и ощущения поддержки фанатов наверняка кто-то из нынешних участников спорта киады потенциальный трековый александр большунов ему нужно только реализоваться все начинается с малого нынешний турнир лука сфинксе позволит ведущим российским велосипедистам потренироваться на шикарном асфальте крестовского острова и выступить на глазах болельщиков которые все же заполняют одну из трибуна рены велоспорт станет немного ближе и привычнее жителям петербурга а это главное и и Субтитры подогнал «Симон»